Новогодние праздники – настоящий стресс для организма. Меняется привычный распорядок дня. Мы мало двигаемся, мало спим, но при этом переедаем. Неудивительно, что на смену веселью приходит плохое самочувствие и лишние килограммы. Праздничные застолья, уверяют медики, оказывают негативное влияние на все системы организма. В основном они, конечно, бьют по органам желудочно-кишечного тракта. Восстанавливаться после праздников и входить в привычный ритм специалисты советуют постепенно. Никаких строгих диет, голоданий и изнуряющих тренировок. Меню должно быть богато дарами природы. Употребление орехов, семя льна, обязательно овес выгоняет, когда токс идет, овсяная каша, овощные супы очень хорошо идут. Также вечером различные овощные салаты, рагу. Полезно пить смузи, витаминные коктейли из овощей и фруктов, перемолотых в блендере. А также медики советуют к любым блюдам добавлять травы, петрушку, укроп, сельдерей. Добавление пищевых волокон переводит пищеварение в совсем другое русло. И, соответственно, замедляется процесс переваривания. Соответственно, не откладывается в жир эти вещества, а идут на какие-то энергетические потребности организма. Запустить процесс пищеварения поможет стакан теплой воды с лимонным соком утром натощак. Ну а вернуть телу былую стройность поможет грамотная физическая активность. Я рекомендую тем людям, которые посещают фитнес-клуб, начинать свои тренировки со спокойных тренировок, такие как йога и пилатес. Посещать бассейн, не забывать про сауну. Она очень хорошо выводит токсины, соблюдать питьевой режим. Полезны также кардио-тренировки в спортзале, на велотренажерах, эллипсах или беговой дорожке. Ну а вот к серьезным нагрузкам, если вы хорошо погуляли в Новый год, пока приступать не стоит. Тренировочный режим должен быть, скажем так, разминящий. Две-три тренировки в неделю максимум. При этом они должны быть не очень тяжелые, длительные. Больше полутора часов вместе с кардио-нагрузкой. Кардио-нагрузка обязательно, чтобы сердце опять привыкло уходить в нужный ритм. Потому что если мы придем и сразу начнем заниматься так же, как мы занимались до праздников, то в этом случае будет слишком большая нагрузка на сердце, на сосуды. Ну а если в фитнес-клуб выбраться пока не получается, можно дома делать популярное сейчас упражнение планка. При его выполнении задействуются все группы мышц. Поставьте ладони под плечи и руками как будто раскрываете коврик. Проверьте в зеркало, если у вас есть рядом, что ваша шея находится продолжением всего позвоночника. У вас широкая спина и лопатки находятся далеко друг от друга. Для совсем новичков рекомендуют ставить ноги на ширине плеч. Также это упражнение можно делать стоя на локтях. Важно следить, чтобы копчик, лопатки и затылок находились на одной линии, а ноги были прямые. Держите планку сколько сможете день за днем, увеличивая продолжительность. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова